А сейчас расскажем о большом семейном празднике. Повод более чем значительный. Жительница Шевлякова Наталья Сергеевна Корнишина отметила свой столетний юбилей. Факты из биографии именинницы и секрет долголетия откроем в следующем сюжете. Смотрим. Сто лет. Целый век. За свою жизнь Наталья Сергеевна Корнишина видела многое. Застала и войну, и перестройку. В годы Великой Отечественной труженица тыла работала в колхозе. Всю войну на поле. Сели, сажали, убирали. И это было, как расцветет, солнышко встанет и заканчивалось, когда солнышко сядет. Так что войну она трудилась от зари, как говорится, до зари. День Победы – это у нее лучший праздник. И всегда накрываем стол 9 мая, садимся к телевизору порать, смотреть. После войны Наталья Сергеевна продолжила трудиться в колхозе. Работала и в поле, и на ферме. В 60-х годах вместе с супругом уехала в Северный Казахстан, на Целину. Зерно растили, но и были птицы, свиноферма и коровы, крупный рогатый скот. Так что она там также работала в жирноводстве. В 89-м году переехала в Клин, к дочери, где и проживает сейчас. Пенсионерка много времени проводит вместе с родственниками и занимается выращиванием цветов. В день рождения принимала поздравления не только от самых близких, но и от первых лиц городского округа. От Владимира Владимировича Путина письмо с поздравлением со столетиями. Мы вас поздравляем. Вот этот огромный букет нашей любви к вам. Секрет долголетия считает Наталья Сергеевна в крепкой и дружной семье. За большим столом соберется вся родня, а это дети, семь внуков, три правнука и два праправнука. Николай Матюнин, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok